Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» присоединяется к нашему эфиру. Александр, добрый вечер. Александр, приветствуем. Доброго вечера. Как Мамай может изменить ситуацию? Казак Мамай, как вы считаете? Это дальнейшая эволюция наших морских дронов. И в целом, при этом нет ничего удивительного, я даже скажу больше. В 2024 году мы увидим более совершенные и по своим характеристикам. Надводные и подводные аппараты. В случае с Мамаем основные характеристики, которые привлекают внимание, это скорость. Он стал более быстрым. Он в данном контексте должен быть и более маневренным. Что осложняет, конечно же, его уничтожение, поскольку в большинстве случаев противодействие надводным дроном у российского флота – это исключительно огневой потенциал самих военных кораблей, которые уже оказывают это противодействие, огневое противодействие, когда сам надводный дрон оказывается в зоне прямой видимости. Очень редко, когда атаку на военный корабль, находящийся в открытом море, отражает какое-либо другое средство. Ну, например, ударный вертолет. Ударный вертолет, они больше работают в районе бухт, портов, в районе того же самого Севастополя. Когда фиксируется приближение дронов морских, вылетают и вертолеты для перехвата. И еще одна очень важная характеристика – это, конечно же, повышенные показатели брони у данного дрона. То есть его уничтожение штатным вооружением может быть осложнено. Конечно же, не раскрываются характеристики самого корпуса, из чего он состоит, что это за броня, какого класса, какого уровня, против каких калибров держит прострел. Но в целом, я думаю, что штатное вооружение, например, те же самые пулеметы некрупного калибра и стрелковое вооружение, оно вряд ли сможет пробить. А потому это значительно повышает выживаемость самого дрона и вероятность его сближения с фактической целью. Может ли этой фактической целью морского дрона быть, например, Керченский мост? Все зависит от того, какая именно будет стоять боевая задача для ММА в этом случае. Поскольку мы помним, что самые ощутимые серьезные повреждения Керченского моста были нанесены не просто за счет надводного дрона, а в комбинации идеального совпадения между собой прохождения по железнодорожной части Керченского моста состава с горюче-смазочными материалами, и в этот же самый момент подрыва надводных дронов, морских дронов под самим мостом. В результате чего достаточно сильные детонации от самого дрона, взрывной волны от самого дрона, сдетонировали и горюче-смазочные материалы в составе. Произошел пожар на цистернах, и это стало еще и дополнительным эффектом по повреждению железнодорожной колеи. Если будет подобного рода совпадение возможностей, то почему бы нет? Хотя, на мой взгляд, на сегодняшний день куда более вероятным повреждение Керченского моста и утрата функционала несколько иными средствами, чем в большей степени, конечно же, надводными дронами. Это атакамсы? Возможно, не исключено. Если, конечно же, мы получим соответствующий атакам с боевой частью осколочно-фугасного типа, проникающего типа, то есть это не М31, это не М31А1, модификации с кассетными боевыми частями, которые мы получали. Это именно с осколочно-фугасной боевой частью. В любом случае, все больше и больше применяется вооружение, которое, в частности, направлено против Черноморского флота страны-агрессора. Вот вроде бы как с применением авиации, или уже даже официально подтверждено украинской стороной, что с применением авиации был уничтожен БДК Новочеркасск. Ну, сначала российские пропагандистские средства массовой дезинформации сообщили о том, что это судно получило повреждения, а после того, как достоянием общественности стали фотографии с места событий и последствия этого удара, нанесенного украинской армией, то стало понятно, что повреждения, ну, на самом деле, полное уничтожение этого БДК, большого десантного корабля. Какие еще средства, как вы считаете, могут быть применены в отношении российского Черноморского флота? Насколько необходимо сейчас применять дополнительные средства против российского Черноморского флота? И как вообще события последних суток могут повлиять на дальнейшее развитие событий? Ну, что ж, морские дроны мы уже видели, как применялись надводного типа. Есть морские дроны подводного типа. Один из них был не так давно презентован, это «Моричка». И, в принципе, насколько он эффективен, я думаю, мы еще в будущем узнаем. Ракетное вооружение по российскому флоту также применялось. В данном случае речь идет о крылатых ракетах. Но я не исключаю, что когда-нибудь в ту же самую Феодосию или Севастополь по тем кораблям, которые еще там остались, а там, к слову сказать, их не так много. Сейчас практически весь Черноморский флот, Черноморская флотилия российская, она сосредоточена по юго-западному побережью Российской Федерации, преимущественно с центром в Новороссийске. Это сейчас основной порт прописки стал, хотя он тоже небезопасный. Но, тем не менее, и в Севастополе, и в Феодосии есть еще объекты, по которым могут прилетать Storm Shadow, Scalp-HG, даже Атакамс, в конце-то концов. Какое-то новое, другое средство поражения. Тут вот что интересно. Из Новороссийска российские военные корабли тоже нужно выгонять. И это будет происходить в 2024 году по мере того, как будет увеличиваться дальность плавания наших морских дронов. Так или иначе, они будут применяться и по-новороссийску. Но куда интереснее другой момент. Мы сейчас, когда говорим о ракетной компоненте, в основном говорим о ракетах, которые мы получаем от наших партнеров, с экспортными ограничениями. Экспортное ограничение для ракетного вооружения – это 300 километров. И до Новороссийска мы даже, если бы имели возможность дотянуться, а мы когда-нибудь будем иметь возможность дотянуться по мере освобождения наших территорий, то все равно применить это вооружение даже по-новороссийску не смогли бы для уничтожения российских военных кораблей. Поэтому, я думаю, через какое-то время мы увидим применение уже нашего отечественного производства вооружений, для которых 300 километров – это отнюдь не предел. И которые вполне смогут достигнуть Новороссийска и создать все условия для российского флота, для флотилии, для эвакуации, ну, например, в Абхазию. Или самый лучший вариант вообще – в Каспийское море. Александр, давайте перейдем с надводных к наземной технике оккупанта, которую оккупант тоже в больших количествах теряет. Это танки. А настолько ли они неиссякаемы, как кажется? Или, как, например, казалось в начале войны, что у России танков, ну, просто очень много. Сейчас мы очень сильно почистили их танковые запасы. Как бы вы охарактеризовали, что и сколько у них еще осталось в этой царине? Да, действительно, уничтожение танковой компоненты прошло, ну, буквально, скажем так, в режиме нон-стоп за последние два года. Особенно оно усилилось в 2023 году. Тем более, что именно в 2023 году в ноябре был установлен абсолютный рекорд по количеству уничтоженных танков российских оккупантов. И, в принципе, на сегодняшний день мы находимся несколько в такой пограничной ситуации. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у россиян было много танков даже по тем меркам. Примерно 3300-3600 по разным оценкам. Но это были в основном танки, которые можно отнести к, ну, скажем так, более-менее современным, они более-менее были модернизированы, подготовлены к ведению боевых действий. И этого количества, казалось бы, им должно было бы хватить вполне, как они рассчитывали, для непродолжительной войны. Точно такими мерками они размышляли, когда говорили о непосредственном вторжении в Украину. Но в Украине на сегодняшний день они уже потеряли, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, почти 5900 танков. Вот по состоянию вот именно на 26 декабря 5900 танков было уничтожено. Это с учетом поврежденных, затрофеенных, это с учетом вообще невозвратных потерь, это с учетом тех, которые вернулись и были отремонтированы. А также плюс самое важное, они сейчас восстанавливают из своих закромов, из центров хранения, уже второй год восстанавливают большое количество техники. И на складах и центрах хранения это не бесконечный запас. Это отнюдь не бесконечный запас, что осталось у них от Советского Союза. И преимущественно они переходят все больше к более устарелым, технически устарелым вариациям. Те же самые Т-62, Т-54, Т-55. Очень часто встречаем Т-72 базовые, Т-72А, Т-72Б. Они не успевают полностью их модернизировать и отправляют в зону боевых действий. Фактически восстановить военно-промышленный комплекс аналогичен. Но, к сожалению, стоит признать, что по наследству осталось у них очень много техники такого типа, то есть танки. И в 2024 году они еще смогут компенсировать потери. Они еще смогут компенсировать потери в ноль танковой компоненты. И даже в 2025. Но, в принципе, это полностью уничтожит, не то чтобы у них саму отрасль, как таковое танкостроение или танковые войска. Это полностью уничтожит даже и запасы, которые у нее остались у России, у Советского Союза. Запасов осталось примерно на два года, с такими темпами ведения боевых действий, полтора-два года запасов танков. И, опять-таки, качество ухудшается в большей части из них. Модернизация охватывает не настолько объемные отправки в зону боевых действий, как это преподносится российской пропаганде. Что касается воздуха, самолеты, 5 Су уничтожено, 4 Су-34 и 1 Су-30 уничтожено буквально за вот эти вот дни. Какой там потенциал? И ведь, главное, в этой истории это даже, возможно, не железо, а летные составы, которые, получается, тоже уничтожаются. Да, с пилотами самая большая проблема, конечно же. Если говорить о самих самолетах Су-34, то у них производство в год приблизительно 10 единиц именно данного типа самолетов. То есть эскадрилья Су-34 в год – это вполне реальный объем. Но только за декабрь они потеряли фактически половину эскадрилью. Тут очень интересный момент. Перед сбитием самолетов был еще инцидент на 17 декабря в Морозовске, на аэродроме Морозовск, на который что-то прилетело, и были нанесены повреждения как минимум двум Су-34. То есть фактически за декабрь потеря половины эскадрильи. Они не могут компенсировать их. В 22-м году у них были самые тяжелые потери Су-34. Именно в 22-м году. И сейчас они пытались компенсировать, минимизировать риски, но это им не удается. Они как раз оказываются в той ситуации, когда для них даже тыловая зона временно оккупированных территорий, воздушного пространства, куда, казалось бы, не должны были бы, по идее, долетать наши ракеты, ни ПВО, ни авиации, ни какие-либо другие средства поражения, но, тем не менее, она становится все менее и менее, скажем так, для них безопасной. И я не исключаю, что точно так же, как 23-й год, это стал год бегства россиян из Севастополя, их черноморской флотилии, точно так же 24-й год может стать годом вывода российской авиации с временно оккупированных территорий. И даже будет поднято, я не исключаю, вопрос о целесообразности размещения авиации в приграничных зонах с Украиной. Ну что ж, ждем и такого развития событий, следим за тем, что будет происходить. Тем временем, буквально вчера у оккупантов в Верхах состоялась встреча, Шойгу докладывал Путину, в частности, о взятии украинской Марьинки, о том, что оккупанты полностью контролируют Марьинку. Уже сегодня поступает сообщение о том, что российская армия артиллерии наносит артиллерийские удары по Марьинке. Так что там происходит на самом деле? Раз они ее полностью контролируют, они теперь по своим бьют? Ну да, решили устроить союз в честь освобождения и ударить по своим передовым подразделениям. На самом-то деле Марьинка целиком и полностью, вот 100%, как это принято оглашать, не контролируется российскими оккупантами. Северо-западная часть Марьинки, там пригород, там находятся еще позиции Силы обороны Украины. Поэтому давайте говорить, как оно есть. Если населенный пункт или город действительно на все 100% захвачен, то он захвачен. Но если там 95%, 97% территории захвачено, а 3% еще нет, ну, несколько это сложно говорить о том, что это 100% абсолютный контроль. Конечно же нет. В целом, сама по себе встреча Шойгу и Путина, это ускорение хода событий. Они и так неоднократно заявляли о том, что Марьинка якобы захвачена. Это и ранее заявления звучали, от того же самого Дениса Пушилина, военного преступника, коллаборанта, сепаратиста. И так далее. Тем не менее, под Новый год Путину нужна какая-то весомая, серьезная победа. И этой весомой, серьезной победой он считает захват маленького городка Марьинка, который полностью стер с лица земли, и можно говорить, его просто уже не существует. Это украинская Хиросиба. Его просто нет, этого городка. И под Новый год из него сделают эпическую победу. Вместо взятия Киева у них получается взятие Марьинки. Но это точно так же, как Украину за три дня, а в результате по два месяца пытаются наступать на одну лесопосадку. Да, и Марьинки ее уже просто не существует. И генерал Залужный сегодня в своем брифинге об этом сказал, что просто нет, они ее стерли с лица земли. Что они там освобождали, что они брали, вообще непонятно, территория. И в тот же момент в так называемый ДНР уже выпустили марку в связи с захватом Марьинки. Ну, мы знаем, что это маразм, они живут в другой реальности. Вот, поэтому мы продолжаем защищать и отстаивать своем. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление, специально для телеканала Freedom. Спасибо.